Обрушение на улице Куйбышева должно было случиться. Фирма-застройщик уже не первый год медлит с предоставлением жилья жителям реконструируемого квартала. Произошла трагедия, и застройщик вроде бы должен наконец-то повернуться к людям лицом. Однако на деле все обстоит иначе. К такому выводу пришел наш корреспондент Анатолий Косин, побывавший на заседании специально созданной комиссии. И депутаты, и пострадавшие жители Климовского квартала были настроены довольно воинственно. Главным образом их возмущало то, что представитель застройщика толком не мог ответить ни на один из насущных вопросов. На совещание он перешел без каких-либо конкретных предложений. Да и отношение к пострадавшим от обрушения дома жильцам, прямо скажем, было прохладным. Почему вы сегодня, через 5 дней, не можете доложить, в каком состоянии люди находятся? Помогаете, не знаете вообще ни на один вопрос. Во-первых, эти вопросы когда-нибудь поднимаются. А вы не понимаете, в какой ситуации у них сегодня люди находятся? Не дай Бог вас, вашу семью заработал, что бы вы здесь делали? Я конкретно не к вам, я адресую это к вашему руководству, все это. Вы должны, по крайней мере, приходить сюда подготовленными, понимать ситуацию. А вы не владеете ничем. Вопрос о возможных вариантах жилья, предоставленного в обмен на разрушенное, был первостепенным. Причем вопрос этот звучал не один раз, в разных интерпретациях. Ответ был в сущности один. С каждым человеком, да, мы будем работать индивидуально. И с каждым будем договариваться об условиях расселения персонально. В случае возникновения каких-либо непониманий, у нас есть комиссия. Впрочем, кое-какие выводы все-таки можно было сделать после заседания комиссии. Застройщик пообещал, начиная с сегодняшнего дня, плотно работать с каждым пострадавшим. В случае повторения ненадлежащего отношения, жильцы могут пожаловаться членам комиссии. А уже на следующей неделе состоится ее следующее заседание. Чтобы не навлечь на себя гнев людей, представителю застройщика следует приходить на встречу с ними более подготовленным. Анатолий Косин, Руслан Акаев, телекомпания Круг.